Школа-семинар диагностика наноматериалов и наноструктур стартовала в Рязанском государственном радиотехническом университете. В течение четырех дней студенты и молодые ученые будут изучать новые приборы, синтез материалов и развитие физических моделей. Передовой российский опыт должен помочь сделать качественный скачок в науке и технике. Мы стараемся подготовить студентов так, чтобы они имели возможность применять и соответствующие средства измерения, и совершенно новые методики, новые способы обработки результатов измерений, а это цифровые методы обработки информации, причем очень непростые, с очень непростым математическим аппаратом. Своим опытом поделятся теоретики, материаловеды и физики-исследователи из восьми городов России. Среди них Санкт-Петербург, Москва, Воронеж, Калуга, Зеленоград, Тула и Нижний Новгород. Перед вами в эти дни выступят те чудаки, которые в свое время избрали сферу деятельности для себя, это изучение полупроводников, изучение всяких, создание всяких схем сложных и так далее. И мы постараемся, так сказать, поделиться с вами не только своими знаниями, но и каким-то образом, может быть, заразить вас. Участников ждут разнообразные форматы взаимодействия. Это лекции, мастер-классы, доклады и работа в секциях. Одними из тем станут рентгенофлюоресцентный анализ, спектроскопия комбинационного рассеивания света, наноматериалы с иерархической структурой. Однако сложные названия не пугают участников. В зале присутствуют как юноши, так и девушки. Евгения Макарова приехала в Рязань уже второй раз. Важно перенимать опыт, потому что очень интересные доклады у приглашенных лекторов. И также познакомиться с основными тенденциями, чем сейчас занимаются другие люди в других городах. Может быть, чем-то обменяться знаниями, в чем-то обменяться образцами, поскольку у нас тоже есть некоторые возможности для исследований, но, конечно, не такие широкие, как здесь. За 9 лет проведения школ семинаров их участниками стали более 700 человек. Благодаря контактам, налаженным во время занятий, молодые ученые смогли защитить кандидатские диссертации, найти работу и научных руководителей. Сергей Козюнин приехал из Москвы. Главный научный сотрудник РАН делится своим опытом с участниками с 2008 года. Для того, чтобы были результаты, а мы ради этого работаем, нужно некое неформальное, чтобы люди друг к другу подходили, чтобы с обоих сторон это была некая заинтересованность, интерес в этой тематике. Тогда будет некий результат положительный. А результат положительный, как можно определить? Для ученого это статьи. Статьи в хороших журналах с высокими рейтингами, импакт-факторами. В этом году доктор химических наук расскажет о тенденциях и достижениях солнечной энергетики на основе гибридных материалов. Узкие технические специалисты, как никто, заинтересованы в передаче личного опыта и воспитании будущих коллег. Галина Ершова, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Галина Ершова, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».